можно заявили кому-то да вот чтоб понять внутрянка у нее есть ценность или нет или не любая есть какая-то у этой внутрянки если внутрянка где-либо используется например даже в инвестиционном направлении он должен храниться на счетах у брокера правильно который управляет этими деньгами да вот прям это извращенное понятие давайте я вам объясню про вот давайте я договорю потом вы договорились не вот если мы куда-то инвестируем соответственно мы обращаемся как какой-то организации в лице брокера брокер хранит на своих счетах эти деньги если даже мы электронным способом отправляем деньги если мы пытаемся эти деньги с личного кабинета вытащить внутрянку даже сказать внутренние заработаны наши деньги если мы эти деньги не можем вывести в биржу продать в международные валюты обменниках продать то есть до карточки своими способами не можем вывести то соответственно значит ценности нету это фантики просто входящие дают ценность этой системе есть возможность не просто я практикую я внутрянку от других ну как это вот внутрянку вывожу и соответственно продаю в бирже могу например не внутрянку искать а мне надо завести деньги я могу с карточки заводить через биржу свою компанию куда я хочу инвестировать какие рубли но я садов по на тенге завожу через саган герой на поменяйте у меня вопрос что вы называете тогда внутрянка я так понимаю по вашим словам что вы внутрянка называете баланс ваших счетов на брокере например электронный но смотрите у меня вот я в одной компании сейчас зарабатываю у меня там на счет не вот смотрите у меня вот я сейчас вывожу свои деньги да в одном компании я зарабатываю через баки разрабатываю у меня также как гермесе в балансе доходность идет я хочу эти деньги вывести но мне как гермесе не надо кому-то закидывать или обмениваться я могу это все в бирже или валюта обменников продать и вывести до карточки и в обратном процессе завести без человека без третьего лица сам а в гермесе я вот заметил изначально что нету такой возможности когда я тоже заводил я тоже соответственно через человека это все заводил а сейчас вот в других компаниях где я занимаюсь я соответственно осознал что если внутрянки нету ценности если мы не можем его до карты вывести другими способами сами без входящих людей в эту компанию соответственно ну случай немного тяжелая обсказал давайте вам просто пример приведу который хотел привести вот всем известный человек значит да михаил измайлов он в свое время был значит руководителем офиса ммм в городе королев это открытая информация и у них тоже была внутрянка она называлась мавра доллар вот создание внутрянки это похоже на создание какой-то криптовалюты потому что сейчас я закончу мысль смотрите я как раз действительно хотел сравнить внутрянку допустим скриптой было время когда биткоин только-только появился 2009 2010 год там первые годы это были просто некие цифровые фантики которые стоили копейки никому особо не были нужны но мы все понимаем законы рынка баланс спроса и предложения то есть если растет спрос на какую-то штучку то ее стоимость начинает расти и в результате в тринадцатом году впервые bitcoin подскочил до тысячи долларов превысил тысячу долларов то есть опять же если рассуждать если на что-то есть спрос мы слышали наверное историю когда человек там купил пиццу за 10 тысяч биткоинов да то есть если на что-то есть спрос цена этого нечта начинает расти то есть и там 13 лет назад спросите нужны биткоины да нафига не мне нужны я даже не знаю что это такое да а сейчас извините предложи любому хочет я биткоин подарю который сейчас 17 тысяч баксов стоит я думаю никто не откажется понимаете то есть тут вопрос если спрос на данные цифровые штучки как сагандык сказал он участвует в там в некоем проекте ли в брокере и там он делает заявку на вывод и у него эти циферки выводятся а вот в гермесе действительно проблема была именно в том что значит не было периодически гермес 8 лет существовал в разных опять же не будем сейчас вдаваться в эти юридические там в какой форме он был то то работал вывод то не работал я лично застал времена когда можно было сделать заявку и вывести на свой кошелек адвокэш я выводил банковским переводом значит мне прямо на этот на банковский счет приходила но это было нестабильно то работает то не работает вот последние годы я согласен действительно сложилась такая ситуация в основном люди пользовались обменник можно вопросу задать вот они или кто-то еще молодой человек говорил сабиту кому-то из них которые сказали что переводили деньги да то есть на карту консультанту вот вопрос вы сейчас описали свою историю что да вам рассказали что вот там можно открыть счет вот там 24 на 7 все понравилось и вам сказали что нужно перевести там деньги физлицу по одну по разным причинам вот она сказала что пока временные трудности потом все будет работать так вот вопрос она и вас эти условия устроили вы на это согласились что да ничего страшного если нужно перевести физлицу потому что пока временные какие-то трудности с картами если бы я знала что это не временные трудности что это будет вечно и в итоге вообще через 2-3 но на тот момент вас это устроило это же был до была ваша добровольная договоренность я поверила потому что человек убедил да меня убедили очень убедительно рассказывал это консультанты всегда убеждали людей чтобы получить свои всегда убеждали не всегда никогда не преувеличивайте не всегда и когда я знаю консультантов которые убеждали и умели убеждать они ел ли это целенаправленно чтобы на этом зарабатывать разные консультанты разные способы работы и клиенты тоже разные поэтому давайте не будем всех обобщать мой она сказала именно о своем и она сказала что ее именно убеждали все мы ее вопрос ее ответ точнее услышали спасибо я хочу спросить у алена она говорит что консультанты не убеждали но как бы цель консультанта это заработок на вновь пришедших людях это продаж то есть вы просто откуда вы знаете какая цель у консультанта почему вы за всех говорите это вы считаете что те консультанты которые вам попадались у них цель заработок на новых людях а у третьих третья цель у каждого свои собственные персональные цели у кого какие поэтому мы всех обобщать не нужно всех под одно вообще ну я не знаю у каждого человека можно я скажу как они будут по поводу по поводу инвестиций вот хотел сказать то что смотрите даже если это инвестиционная компания которая занимается разными акциями покупка продажей ну и всего прочего сами по себе вот даже посмотрим ли вид акции как айпио на три месяца например люди покупают этот акции на три месяца у них счета замораживается они через три месяца через квартал забирает свои дивиденды или могут зафиксировать прибыль на акции росте или падение это уже говорит нам о том что это инвестиция эта акция это будущее и нет утверждения как дела пойдут и как себя компания поведет и соответственно покупая акции это огромный риск мы можем деньги потерять а люди многие этого не осознают и соответственно не понимают эти рынки не понимают банально как работает даже акции айпио здесь нет уверенности в завтрашнем дне и приходя в гермес ну многие должны были по идее это осознавать но я так полагаю что некоторые кто консультирует людей они стараются правильно информацию давайте прям дать понять что эти инвестиции это завтрашний день и мы не знаем как компании себя поведут и как акции пойдут а почему-то бывают некомпетентные люди которые может быть и получается так что они не зная сами как работают эти акции но и убеждают других как бы ну и на вере или за человеком или за эмоциями конечно другие люди сюда идут и соответственно приходят к тому к чему они я бы сказал бы уже пришли вы путаете реальный рынок где есть акции облигации фьючер смотрите в гермесе же говорили реальный рынок нам предлагали инвестиционные пакеты ну да я понимаю что досконально не было через кого вы инвестировали через какого брокер нет отчетности вся отчетность была на сайте компании как нету отчетности каждый год были отчеты то что для вас вы считаете что они если если вы считаете что это недостоверные сведения это ваше мнение но отчетность была люди принимали деньги на свои карты вот вам сказали какая отчетность от чего то что люди деньги на карте приняли вы даже примерно не понимаете как выглядит отчетность управляющей компании если вы не торгуете на рынке отчетность управляющей компании это не презентация на 12 слайдов это просто пятитомник гигантский в котором досконально отражает что мешало человек в веку в открытых источниках все это посмотреть что это все будет хорошо и будет рост каждый месяц и про этот рост только и рассказывали ну опять же разные консультанты и по-разному вели работу допустим может быть кого-то и убеждали я не спорю с вами может быть кого-то и убеждали но кому-то и говорили конкретно инвестиции это всегда риск ты можешь попробовать можешь не пробовать инвестиции выплатить деньги переводили любые инвестиции всегда и были масса консультантов которые говорили о том что вот сейчас например нет возможности что какой звук идет посторонний что сейчас допустим нет возможности можно подождать когда откроются банковские переводы и ей была масса разных скажем так консультантов давайте так было манипулятор которые показывали которые проводили обучение и говорили каким ну вы опять меня перебиваете которые говорили каким способом можно заводить на карты каким способом можно заказать карты каким способом там еще что-то нужно сделать то есть какие есть абсолютно легальные правдивые способы обращения со своими финансами мы была масса консультантов которые рассказывали не только про один гермес а рассказывали там про 10 разных предложений на рынке и они могли другие предложения на рынке это не имели право о чем вы говорите ну как это не имели они не имели право строить сетевой они не имели право строить сеть сетевым маркетингом заниматься в разных компаниях но говорит человек имеет человек говорит имеет право все что угодно вообще я никуда в сторону не ухожу абсолютно потом если вы не в курсе если вы не в курсе если вы считаете что такого не было это не значит что такого не было очень много разных обучающих проектов где в том числе где в том числе и про компанию гермес тоже говорили а есть масса проектов в которых про гермес не говорили алена можно вам задать вопрос как финансовому консультанту как вы считаете как нельзя я не финансовый консультант вообще хорошо как консультанта вы же считаете что были инвестиции я вас спрашиваю как может управляющая компания обещать гарантированный процент гарантированную доходность а где вы видели гарантированную доходность хоть раз ваших презентациях что гарантированная доходность от 24 покажите покажите хоть один слайд хоть одну презентацию ни разу я такого не видела я не буду исключать может быть кто-то это когда-то и написал допустим и от своего имени предоставил это как факт но гарантировать доходность запрещено законодательством это признак а давайте спросим у анны и вот у кого там вам гарантированную доходность обещали что вам будет постоянно выплаты гарантированная приходить вот кто у нас всегда говорили что доходность возможно разное и процентов годовых от 20 процентов годовых видите да у всех консультанты разные я не буду спорить может вам и не говорили мне говорили это условие эти в договоре где-то видели что там гарантированно процентом договора это человек на реквизиты договора не оплачивает деньги передает кому-то на карту потому что все документальные все любые договорные отношения они регулируются договором что значит причем здесь договор то есть вы считаете предлагаете что договорами от дается горно мой вопрос реквизиты компании по договору деньги не отправляю на мой на мой вопрос пожалуйста договор не имеет никакого юридического значения по-вашему договоры вообще на реквизиты компании на грамоте она ничего деньги при договоры имеет какую-то силу юридическую договоры ситуации нет случай с гермесом нет вы постоянно отрицаете очевидный постоянно отрицаете очевидно а кто не собирает этого вопроса пытаетесь у тебя я не боюсь никакого если бы я боялась хоть одного вопроса вы меня постоянно дает договор гермеса а деньги принимают на карту то есть на реквизиты по договору деньги не отправляются о чем вы говорите какой договор какой силу метрик на я направляются а если добавляют а что значит есть доказательства выполнили как консультант платежное поручение значит если у вас только если алена вы поймите у вас не получится да вы поймите что у меня не получится вы поймите что разные разные случаи разные ситуации кто-то передавал только физиком кто-то только наличкой кто-то говорил да может быть кто-то и гарантировал доходность но кто-то ее не гарантировал почему вы всех обобщается под одно который по договору разбирают по пункту весь договор который объясняет каждый пункт который объясняет каждый пункт в этом договоре что человек она подписывала договор с гермесом подписывала она реквизиты гермеса деньги отправляли это договор вы читали этот договор вообще с этим договором ознакомливалась мне консультант сказала что не обращая внимание ты вообще не вникай в этот договор потому что там все непонятно и там да мы платить налоги там указано что это образовательное что компания оказывает образовательные услуги я тебе даю гарантию я твой гарант мой консультант говорили вина консультанта что вы не стали вчитываться договор или все-таки ваше немножечко независимое отношение я не говорю что нет моей вины я не говорю на реквизиты не отправлялись нет не отправлялись на реквизиты деньги поступили на номер счета который прописан договоре нет конечно подождите ну можешь позойти в кабинет посмотреть баланс прошли деньги или не пришли все транзакции там деньги же физик принял деньги пришли вам на счет который прописал договор беседелю физическому лицу детям там далеко вподляли деньги пришли на intolerит환 ham pressed почти там принялиMusous не умру темпами или голосовые состояние пришли пришли все вопросов нет деньги пришли деньги ни пришли деньги пришли физическому лицу в нутранкой от не деньги куда на что вы грел ! сейчас вышли деньги насчет попали деньги приняли на карту или burgu не попали попали Деньги на счет поступили? Анна просто не ориентируется в терминологии и все. Вы сейчас цепляетесь вообще непонятно за что. За воздух. Деньги на каждую дизельца пришли. Анна, у вас на счете, который прописан в договоре, деньги находятся? Я считала, что поступили деньги. Оказывается, это поступили фантики. Деньги сейчас отображаются на счете? Деньги у дизельца какой баланс? Отображаются, ну и все. Остальное это трудности компании. Какой компании? Вы деньги физику перевели. У вас не получится этим манипулировать? Какие физики? Ну какому физику? Я вообще никому ничего не приводил. Желок физику перевел деньги. Вот Анна перевела физику. Она перевела деньги на свой счет, который прописан в договоре. Она физику перевела, у нее чек есть, у нее квитанция есть, что она физику перевела деньги из мобильного банка. Квитанция. А что вам квитанция-то даст? Взыскать неосновательное обогащение обратно, потому что лицо, которое презентовало себя тем, кем не является, приняло деньги на свою банковскую карту. А Анны незакон обогащения? Нет, Анна ввесит из того, кому деньги отправилась. Деньги на счете у нее есть. Причем туда обогащение есть? Она на квитанцию отправилась, которая деньги взыскивает. У нее есть квитанция, что она им отправляла деньги. Посмотрите, пока отходят вам счеты, у нее деньги на счете. Еще раз говорю, у нее квитанция, и кто на физику перечисляла деньги. Это не деньги, Евгений, что у нас не видеть. Евгений, вы можете сами не спорить, у нас есть выигранные суда, у вас просто слова и методичка консультанта. банкомат оставляется видите свой счет это не деньги для вас это вы внутренние рублями путаете она першит мигранку с рублями тупая манипуляция путать внутренние рублями это ваша тупость ну еще раз говорю деньги она отправила физику и физик эти деньги на счет денег у него квитанция у нее квитанция что на физику привела глупости глупости плане говорила как с вами говорить вы пытаетесь манипулировать не понимая с кем вы манипулирует еще раз говорю нас есть судебная практика коллеги смотрите я вмешаюсь просто у вас тут перепалку уже получилось еще раз давайте немножко разберем да вот смотрите я в нашем чате даже приводил примеры многие граждане советского союза хранили деньги в сберегательной кассе в ссср например до реформ за 5000 рублей можно было купить машину в 90 годы развалился ссср начались либеральные реформы так называемые да и граждане которые откладывали на книжку там тысячи рублей и были уверены что они накопили много денег после того как началась инфляция гиперинфляция гиперинфляция с удивлением узнали что до до всех этих событий за 5000 рублей можно было машину купить а после что можно было например батон колбасы купить то есть смотрите вроде бы день деньги остались циферки но их покупательная способность резко упала а кто-то кто-то вообще ничего не смог вывести со своей книжки да потому что ему там банк или правительство сказал извини там вот у нас такие сложности и так далее то есть смотрите вот сейчас даже вот идет разговор спор между евгением и максимом евгений говорит как это не деньги это деньги в кабинете это цифры а это деньги значит ну она отправила деньги физическому лицу а физическое лицо ей перевело вот эти вот цифры это деньги евро это евро да но тут смотрите какой момент пока работает вывод и я еще раз повторю на протяжении 8 лет существования гермес разные были ситуации я помню времена когда можно было без всяких обменников там например сделать заявку на вывод и деньги приходили например на кошелек адвокэш или через систему pay pro можно было заказать вывод и соответственно приходило приходило тоже на банковскую карту и так далее то есть когда человек видит что вывод работает ему деньги приходят он считает это деньгами это не просто циферки вывести же можно правильно а как сейчас секунду договорю а когда вывод не работает то конечно вот она например сейчас говорит да я сейчас поняла что это фантики почему она так говорит ну потому что она не может вывести все все у кого есть счета гермесе мы сейчас все видим циферки но вывести ничего нельзя вывод не работает я закончу да иван из квитанции что она делала перевод физлицу просто вы немножечко путаете андрей постоянно в этот про биткойн говорили я вам пыталась ответить почему-то меня выкинула из чата пожалуйста но про биткойн эти сравнение с биткойном это максимально некорректно потому что под биткойном есть техническая база случайно он ниоткуда не берется то есть вы не можете случайно его создать например а по поводу что касается внутренней валюты я могу завтра за два часа вам сделать на коленке сайт и продавать эту внутреннюю валюту за миллионы рублей там долларов или чего угодно а это что касается еще дополнительный вопрос как раз к вам от вас несколько раз прозвучала фраза что вот инвестиции это акции облигации паевые фонды на ваш взгляд покупка криптовалюты с целью ну допустим дальнейшей перепродажи и заработки на ее росте это инвестиции линия для вас что значит покупка криптовалют но вы понимаете что вы в этот момент у вас все равно есть какой-то актив вы с нулем никогда не останетесь биткойн может расти может падать и так далее он имеет ценность в некоторых странах вы можете даже на него что-то купить на весту вы нигде ни в одной стране не можете ничего купить нет никаких карт которые бы обеспечивали то есть приезжайте допустим вот вы приезжаете в республику армения там есть крипто обменники на улице которые вам выдадут наличку то есть вы за свои биткоины в крипто обменники купите драмы у висты есть такое вообще свойство нет у нее этого нет это не деньги это просто пиксели на экране которые нарисованы а деньги переводятся на карты филлит на данный момент вы опять апеллируете каким-то вот там 10 лет назад кто-то там когда-то выводил во первых интересно все-таки увидеть документы хоть какие-то потому что пока что это только притча в языцах мы ни разу не видели ни одного подтверждающего платежного поручения это первое во вторых какая разница что там было 140 лет назад когда сейчас мы видим последние несколько лет что люди постоянно заводятся в эту организацию но при этом никакого вывода нет большое количество пострадавших обращающихся и так далее собственно и мы занимаемся большим количеством дел прямо сейчас по непосредственно по этой пирамиды как это объяснить когда уже нет вывода когда уже закрылись все гермесы но деньги продолжают собираться и консультанты продолжают утверждать что инвестиции производятся ну сейчас я не знаю вы говорите собираться в гермесе конкретно может быть в новом проекте романа василенко что-то собирается в гермесе я не знаю вы знаете проект это не инвестиционная компания уже понимаете прекрасно проект это вот такое знаете абстрактный новый проект старый проект мы с вами это прекрасно понимаем я вам я вам неоднократно задавала вопрос опять же когда вот вы постоянно опустите у себя вот этот ютил ютил я спрашиваю очи очки кошельки кому принадлежат кошельки вы говорите не знаю наверное романа василенко а я тогда какое отношение имею к этим кошелькам если мне роман говорит или кто-то из консультантов холдинга не знаю как он сейчас там новый называется мне говорит давай заводить деньги я завожу я просто перевожу свою криптовалюту насчет романа василенко или кому-то на кошелек романа василенко без договора без всего какие инвестиции куда делаются что вообще что это за сказки то есть просто я перевожу свои деньги какому-то опять же физлицу только формате криптовалюты потому что у нас криптовалюта не регулируется не как сейчас и соответственно свои деньги обратно и учитывая что роман гражданин другого государства и деньги обратно люди уже точно не получат 100 процентов андрей я вот вам больше года назад хочу эту историю еще раз повторить больше года назад я говорил что скоро появится какой-нибудь токен еще в чате хейтеров вот так называемым все знают чат хейтеров я говорю что появится какой-то токен потому что когда человек денежку обменял в юсдт и кому-то отправил а взамен получил вот этот вот новый фантик да понимаете человек уже деньги ни с кого не взыщет а когда человек кому-то на карту перевел деньги как она он может с этого человека деньги обратно взыскать понимаете это не скотство потому что человек который принял там условно гря деньги на карту или сказал кому-то на карту отправить он же убеждал анну он и убеждал понимаете убеждал он я не просто ну хочешь не хочешь он ее убеждал и я больше чем уверен что она обрабатывали долго прежде чем она согласилась а некоторых людей убери уверяли брать кредиты его это знаете таких случаев очень много каруселька так называемая когда деньги ходили по картам значит это вот манипуляция такая была и так далее так далее что там меньше процентов платить все это было понимаете и вот теперь появился этот так называемый сначала акции какие-то потом токен понимаете просто красивые слова значение которых для многих неизвестно но теперь вы свои деньги не взыщите ни с кого после того как вы переведете свои условно говоря там рубли там доллары в крипто доллары в этой usdt да я не эксперт криптовалюте повторюсь и отправить их кому-то на кошелек все забудьте а вот когда вы кому-то отдали в руки или перевели на карту с этого человека можете взыскать эти деньги обратно понимаете шанс у вас очень большой потому что человек вас убедил но деньги принялся а потом он говорит я не консультант я такой же как у киев и вот они пришли к этому они придумали токен чтобы не было вот этих случаев понимаете можно да галина давайте я хочу задать вопрос янченко вы меня служите да конечно вы на мой вопрос начала 3 любовь моя в первом классе скажите мне пожалуйста ваша мама является клиентом в структуре тарана ну вам же виднее нет вы ответьте значит смотри отвечаем на ваш вопрос я вот отвечаю на ваш вопрос сейчас я вам мало того что скинул контакта рано чтобы ему напрямую написать то есть вы же сказали что вы с ним открылись он вам что-то говорил поэтому теперь жду эту информацию хочу публично чтобы ее разгласили я у вас спрашиваю вы ответе ваша мама я спасибо публично ответить на свое утверждение вы сказали что вы общались с тараном вы писали от меня еще раз зачем мне портить вам вашу значит задачу вы сказали что вы с ним общались вы сказали что у вас есть достоверная информация я хочу то бюджет будьте любезны не менее ваши слова ваши слова вас зацепили и я хочу чтобы вы сами ответили на то что Если вы этого сделать не будете, вы врун. И на ни один вопрос вам я лично отвечать не буду. Я говорю всем присутствующим. Выше сообщение от Галины, которая утверждает, что она общалась с Тараном и что моя мама клиентка Тарана. Она это написала несколько раз. И еще она написала о том, что она узнает у кого-то там в Тюмени. Я хочу, чтобы она это узнала и выложила эту информацию публично со всеми подробностями. И я в чат сбросил контакт Тарана, неоднократно и самой Галине. Я жду эту информацию и хочу, чтобы ее публично осветили. Я ожидаю. Мне не нужно от Тарана. Я спрашиваю у вас. Вы, пожалуйста, ответьте. Вы сами от своих слов отказываетесь. Андрей, поднимите, пожалуйста, сообщение. Можете его даже закрепить на какое-то время, где Галина пишет, что моя мама клиентка Тарана и что у нее есть связи в Тюмени. И, в общем-то, она это неоднократно подтверждала. Я хочу, чтобы публично это все было разоблачено. Так вы ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я не буду вам упрощать работу, Галина. Я вас поймал в этот капкан и буду в нем держать. До тех пор, пока вы не предоставите информацию. Вы же обещали. Вы же обещали. Или вы как консультанты. Вы не собирались бойцы. Врун. Галина, так это вы обвиняете почему-то людей, какую-то чушь вообще придумываете несусветную про то, что кто-то является каким-то там консультантом. Вообще, откуда вообще взяли этот бред? Это вы должны подвинять. Пусть Галина теперь это все опубликует публично. И вы написали, что у вас есть этому какие-то там вообще неопровержимые доказательства. И мы их ждем. Мы ждем их. Вот точно так же, как и вы. Задаете вопросы и на них же сами отвечаете. Это было пустословие, Галина. Это было пустословие. Если вы не задаете вопросы, не задавайте. А если вы задаете вопросы, значит вы должны быть готовы к тому, что и документы где-то истребовать. Вы ни одного документа не истребовали. И здесь вот целый вечер вы толчете одной тоже в ступе, что документов нет, инвестиций нет. И были просто фантики. Андрей, Андрей, администратор, вы меня слышите? Если вы меня дослушаете, это вы, может, Алену перебивали. Андрей, сообщения несколько от Галины. Вот несколько сообщений от Галины о том, что у нее источная информация. И что моя мама клиентка Тарана. И она обещала все это узнать. Несколько сообщений от нее. И сейчас она пытается, пытается замять эту историю, понимаете, чтобы закрыть свое пустословие. Которое вот она что-то придумала, что-то ей в голос брело. У меня к вам просьба. Найдите эти сообщения, покажите их. Пусть я сбросил данные Тарана, чтобы напрямую можно было спросить, прям пригласить его. Со своими бананами и апельсинами вы сами с Тараном переговариваетесь. А вы ответите на вопрос. Нет, там Галина Андрея писала сообщение, что у нее есть связи с тюменией. Она общалась с Тараном. То есть она же это все придумала. То есть пусть она это все выложит в вас в этом доступе. Я разрешаю. Спасибо. Все ясно. Все ясно. Слышать вы не можете, потому что вы чушь несете. Вам Алена объяснила по картам. Если кто-то физическому лицу друг другу перечислил на карту, надо было пять лет ждать, для того, чтобы... Галина, когда вы Андрею Тарану позвоните? Я вам контакт просил. Когда вы позвоните Андрею Тарану, чтобы рассказать историю, что моя мама была его клиенткой? Пожалуйста. Вот расскажите, пожалуйста. Когда? Хочу задать вопрос Галины. Она просто всю неделю говорила, что она ответит на все вопросы на созвоне. Она нас на этот созвон очень сильно звала. Мы очень его все просто с нетерпением ждали, а теперь она почему-то не хочет отвечать на вопросы. Вот мы ждем ответы на ее вопросы, которые мы всю неделю ей задавали. Да, и всю неделю я спрашивала, что она сделала с деньгами, когда приняла их в руки или на карту. Что было дальше, Галина? Хотелось бы услышать ответы на вопросы, Галина. Вы же всю неделю нам говорили, что... Максим, это мы у вас спросим, как вы поступали с деньгами, которые приходили к маме, потому что вы вместе с мамой в одной структуре. Вот вы мне и расскажите. Андрей, Андрей, запечатлите, пожалуйста, это. Пусть это будет. Андрей, сохраните, не вырезайте это. Обязательно. Понимаете, я жду прям пруфа по этой информации. Андрей, представляете, мне кажется, у человека просто вот... Там контактаран у вас в чате есть. Можно у него спросить, если что. Галина, мне хочется вам задать вопрос. Вы вообще в адеквате просто. Мы заходим сюда юристами, и вы нам говорите, что мы являемся консультантами компании Гермес. Как вообще у вас дела? Мы зашли сюда не для этого. Мы зашли сюда для того, чтобы вы ответили на те вопросы, которые... Вы всю неделю говорили, что вы будете на них отвечать на созвоне. Вы готовы отвечать на вопросы? Вы не отвечаете на вопросы. Зачем вам им задавать? Так вы тоже не отвечаете. Я вам ответил на вопрос. Я хочу, чтобы вы ответили. На какой вопрос? Что, Максим, что Зинченко являлся консультантом, вы бред просто. Вот прекратите этот нести. Зинченко никогда никаким консультантом не являлся. Что вы за бред вообще несете? Это точно так же, как нет нигде инвестиций. Только вы во всем правы. А, то есть вы это специально сделали, да, придумали историю. Я вам дополнила слова Алены по поводу карт. Если человек перенес и отдал физическому лицу... Галина, вы запутались. Что там с тараном и с моей мамой? Вы слушаете ответ. Где пропы, Галина? Вы не нервничаете. Пусть она расскажет про гермет. Слушать надо. Слушать надо. То, что я вам говорю, а не то, что вы несете. Какая вы страшная. Если вы отдали, вы лично отдали кому-то, физическому лицу, деньги на карту, и вам их не возвращают. Чего вы пять лет ждали? Почему вы не истребовали их сразу? Почему? Истребовали, когда поняли. Галина, где мы истребовали? Когда пришли первые клиенты и начали истребовать сразу же. Еще пару лет назад. Галина, истребовали деньги, когда человек посчитал нужным. Вот ему вешали лапшу на уши, вешали, что будут выплаты, что будут проценты. Подожди, у нас проблемы. Подожди. И как только человек понимает, что его вводят в заблуждение, он приходит и говорит, давайте требовать с него, истребуем с него деньги. Все. Что значит, почему он три года? Потому что три года ему вешали лапшу на уши, рассказывали сказки про инвестиции. Вот и все, вот и весь ответ на ваш вопрос. Я очень объясняю. Так как и маму Маккину. Андрей, держите, пожалуйста, историю про мою маму. Это рано на карандаше. Я вас очень прошу напоминать. Подождите, вы с этой мамой. Вы не уводите в сторону тему. Вы в сторону тему не уводите. Не уводите в сторону тему. А то вы тут льете грязь на кого-то. Да по-свою разберите тему. Вы как маленький ребенок, Галина. Какую грязь кто на вас льет? Мы вам задаем конкретные вопросы. Какую грязь? Вас кто-то оскорбляет. Кто-то что-то... Вам опалено? Вы как принимали деньги? Как вы принимали деньги? И что вы с ними делали? Я вас спрашивал раз всток. Вы консультант? Вам Алена все объяснила. Алена ничего не объяснила. Алена, вы столдоните одно и то же. Со своими картами. Вы идите со своими картами куда-нибудь в другое место. Вам люди объясняют. Вам несколько человек об этом объяснило. Анна, вы слышите? Вам надо в другое место со своими картами куда-то идти. Галина, вы были на всем созвоне. Вы слышали вообще, что тут пострадавшие говорили? Они вообще как бы подтверждают наши слова. Никто из них не переводил ни в какую компанию деньги. Все переводили на карты фидлиц. И все случаи, с которыми мы работаем... Кто из пострадавших? Кто из пострадавших? Анна? Еще раз. Анна? Которая сейчас видит баланс и вывода пока нет. Так это не консультанты вопросы. Как все захочено. Далена вам объяснила. Это вопросы... Далена глупости наговорила. Нет вывода. Все. Ответ понятен? Нет, не понятен. Хорошо. Давайте по этой теме тогда более подробно еще раз поговорим. Это не ответ, Калина. Давайте по-другому поговорим. Вы одно и те же вопросы, ответы, все гоняете по кругу. Одно и то же говорите. Хватит уже, давайте закроем эту тему. Все обсудили. Мы ее не закроем, мы ее только начали. Отлично, обсуждайте ее в чате. Вы же любите так делать. То есть по факту... Мы вас спрашиваем, где деньги. Вы говорите, давайте закроем эту тему. Ну то есть это отличный вообще ответ. Мы это только что больше двух часов обсуждали. Что, опять надо еще то же самое еще раз сказать? Мы только что это все обсудили. Больше двух часов. На все ваши вопросы, я отвечаю, не было ни одного вопроса вашего, на который я бы не ответила. Ни одного. Я ответила абсолютно на каждый вопрос, даже на самый глупый, который я считала глупым. Ладно, хорошо, вы его считали не глупым, допустим. Я ответила абсолютно на каждый вопрос. Я дала комментарии по каждому вопросу. Для чего сейчас те же самые вопросы вы задаете следующему участнику? К чему это все? Потому что Галина нам обещала, что на созвоне она ответит на все наши вопросы. Она нас постоянно посылает там в сад, еще куда-то. Вот мы слушаем конструктивный ответ, хоть один вообще за этот созвон на вопрос. Финансовая консультанта Галины. Что она делала с деньгами после того, как принимала? Она ответила на все вопросы. Ответила? Вы услышали? Галина, вы же хотели с нами пообщаться. Мы вам задаем вопрос. Вот вы как консультант, как вы переводили деньги в компанию? Вы на мой вопрос не ответили. Вот когда ответите на мой вопрос, я вам в чате его задавала. Я вам его задавала в чате, вы его не ответили. Повторите, мы сейчас ответим. Вот и все. Поэтому до свидания. В общем, что я требовалась доказать? Я думаю, присутствующие, которые здесь пострадавшие, им в принципе за эти просто миллиард часов бесполезных разговоров все понятно, что консультанты занимаются только тем, что они пытаются себя обелить и рассказать, что мы вообще не виноваты. Нас сами завели в заблуждение и так далее, что в принципе имеет место быть в некоторых случаях. В редких, но в некоторых имеет. И, собственно, в таком случае единственная рекомендация – это только обращаться к юристам, адвокатам. Ну, если нет средств на это, то, конечно, правоохранительные органы, которые будут в этом разбираться. И по цепочке взыскивать деньги. То есть если даже консультант действительно не виноват, он не знал, его самого ввели в заблуждение, это все прекрасно, по цепочке можно выискать. И ко всем консультантам тоже. Кому какие-то претензии предъявляют, ко всем консультантам обращаюсь. Пожалуйста, если на вас пишут заявление, катят бочку, там что-то предъявляют, какие-то претензии, тоже, пожалуйста, обращайтесь к юристам, которые выигрывают эти дела. Ваши деньги там, кому вы их отдали или кому перевели? Все просто. А тут есть кто следит за сайтом Рековери, Гермес Рековери? Там я вот недавно верификацию прошел, внутренний перевод появился. Какие-то и новости идут, постоянно обновляются. Я просто смотрю, тоже слежу сейчас за этим сайтом. Вроде как бы, не знаю, тут сказали, что железобетонно ничего не будет там, но время покажет, но не знаю. Вы инвестициями занимаетесь вообще? Я сам занимаюсь инвестициями, да. Но в эту компанию я за человеком пошел. А вот вопрос к Юлии, как она деньги принимала? А я являюсь клиентом компании. А, то есть вы никого не приглашали? Почему не приглашала? У меня, я была и клиентом компании, и за мной пошли, допустим, мои родственники. А ваши родственники как деньги вносили? Наличными передавали или на карту кому-то? Нет, нет. Ну как ваши родственники деньги заводили? Наликом или безналом? Это для вам информация, это для чего здесь сейчас? Вы ищите здесь потерпевших. Вы здесь, у вас своя миссия заработать на тех. Я вот как консультанта спрашиваю. А вы уходите от вопроса таким образом. У вас своя миссия заработать на тех, кто считает себя пострадавшим. Да нет. И я, и мои родственники, мы не считаем себя пострадавшими, поэтому мы не ваши клиенты. Все. Я понял. То есть вы не можете ответить на вопрос. Мы знаем, что компания заработает. К чему все это? Ликвидированные, да? Вы ищите тех, вы, вот послушайте, вы ищите пострадавших тех, кто считает себя. Мы не считаем себя. Вы на этом зарабатываете деньги, ребят. Это все, вы так преподносите, как будто все вы говорите. Ну, вопрос к вам, как к консультанту. Как ваши родственники деньги заводили? Наликом или безналом? Я не являюсь консультантом. А ваши родственники, которые за вами пошли, как заводили? Я говорю, что я вам не обязана ответить на эти вопросы. Я не считаю себя потерпевшей, поэтому я и... А как вы рекомендовали? Или как вы бы рекомендовали заводить, если бы приглашали человека в компанию как консультант? Вы же не только говорите клиенту. Это вообще не относится к этой теме. Как бы я, да как бы... Вы знаете, в Тинькове тоже рекомендуют пригласить друга, получить за это деньги. То есть вы ликвидированный Гермес сравниваете с Тиньковым, да? Да какая разница? Это система компании. Сейчас все банки так. Пригласи друга, получи выграждение. То есть вы Гермес сравниваете с банками? Система называется нетворкинг. Вот именно рекомендуются. Смотри, это называется финансовая безграмотность от финансово-грамотного консультанта-клиента. Да. Ну, смотря кто куда приглашает. Если вы хотите заработать на пострадавших. Нет, мы просто покажем вашу реакцию на наши вопросы. Смотрите, какая у вас реакция, как вы нервничаете. Это просто очевидно. Ваша реакция на наши простые вопросы. Мы безграмотные. Все, к вашему сведению, здесь вот денег, похоже на P2P оплату в крипте. Там тоже так же делается. Еще раз. Мы про крипту уже обсудили. Про крипту мы обсудили. У крипты есть техническая база, у нее есть ценность. Да, она сейчас может быть раздута, но в целом у этого актива есть ценность. Нет, это не похоже. Это не похоже. Еще раз я вас повторяю. Даже примерно не похоже. Вы покупаете фантик, вы не покупаете пиксель на экране, вы покупаете достаточно сложно добытую монету, вы покупаете технологию прежде всего. Которая ценится в даркнеке? Которая ценится вообще везде сейчас на данный момент. Возможно, она и будет цениться, просто ее цена может упасть в 150 миллиардов раз. Это все всем понятно, никто про это не говорит. Просто она имеет ценность. А Vista не имеет никакой ценности. Это не деньги. Никогда в даркнете не будут Vista расплачиваться, а биткоином будут, понимаете, не сравнивать. Максим и Айза, я вот услышал, что имел в виду Сыгандык, я прокомментирую. Дело в том, что на биржах существует такое явление, как P2P-обмен, когда действительно одно физическое лицо продает другому крипту. И вот вы, Айза, говорите, ну так это ценный актив, он имеет ценность. То есть, к вашему сведению, бывают ситуации, когда крипта обваливается. И позвольте вам напомнить, что в прошлом году биткоин доходил до 67 тысяч долларов, а сейчас он стоит всего 18. То есть представим себе ощущение человека, который в прошлом году купил за 67, предположим, у физического лица, у какого-нибудь, да? А сейчас у него в несколько раз меньше. К кому он должен претензии предъявлять? По вашей логике он должен пойти к тому человеку, у кого он купил биткоин, и сказать, ты меня обманул, ты мне продал фанти, который обвалился в цене. Ну так получается? Андрей, Андрей, вы вообще абсолютно перевернули мои слова. Люди, которые занимаются инвестициями, они прекрасно понимают, что вообще инвестиция – это разница между доходами твоими и потерями. Любой инвестор это прекрасно понимает. И вот эта вот история, которую вы пытаетесь сюда прикрутить, она никакого отношения не имеет. У биткоина, еще раз повторяю, у него есть самоценность, это ценный актив. Под ним есть техническая база, техническое подкрепление, есть биржи, которые контролируются государством. В США, например, есть подконтрольное огромное количество бирж. Бинанс, на который вы отправляете покупать, ну не вы, а новый проект UTL, на который отправляют покупать, значит, криптовалюту и потом ее переводить Василенко. Бинанс, он подконтрольный государству, он проходит аудиты и так далее. И это в целом система, которая устоявшаяся, там есть объемы и так далее. Там есть регуляция, одним словом. Там есть регуляция, есть объемы. Вы, Андрей, сравнили с Герметом, как Юлия, и Тинькофф Банк, то есть вот ваше сравнение. Поправлю, Аиза. Регулировка появилась только последние годы. Еще раз повторю, когда крипта только появлялась, для людей это был просто фантик, никому не нужно. Какая-то игрушка программистов. Что? Ну, здравствуйте. Крипта, в первую очередь, это децентрализация. Если вы знаете слово децентрализация, я думаю, вы поймете, почему регуляция со временем появилась там. Да, и в принципе, что такое... Дело даже не в децентрализации, я еще раз повторяю. Есть техническое основание, техническая база и техническая ценность у этого актива. У Виста ее не может быть в принципе, потому что я вам могу... Вы биткоин можете сами сделать дома, в домашних условиях, так сказать? Ну, я бы попробовал, например, весь расчет о деньгах. Если у меня будет майнинговое оборудование, я могу делать биткоин у себя дома. Я могу сделать ферму. Но для этого нужно оборудование, я согласен. Да, для этого нужно оборудование и так далее. А сайт новый, герметный, я могу вам завтра написать на коленке за два часа. И продавать вам пиксели на экране за деньги, принимать их на свою карту физического лица. Если это за 500 долларов, заработать можно колоссальные деньги. Ребята, а что для вас являются деньги? Понятие, что это такое? Это метод согласования между всеми странами. Вот именно. По обмену определенных ценностей. Если страны договорятся с листочками кленовыми рассчитываться, то они и будут рассчитываться кленовыми листочками. Если будут с килограммами снега, это договоренность между странами. Вот смотрите, если взять... А кто, Евгений? Ну, это все, ребята. Нет, смотрите, если взять доллар... Нет, подождите, у меня к Евгению вопрос. Евгений, а кто договорился рассчитываться с ТВистой? А где ваши деньги-то вообще находятся? Кто, кем, вообще, вы можете Висту вот сейчас? Мои деньги у меня под подушкой находятся. Вы Вистой можете рассчитаться в магазине завтра? Или вывести деньги на свою карту, чтобы рассчитаться фиатной валютой в магазине? Вы можете рассчитаться в магазине? Да, я могу рассчитаться в некоторых странах криптой в магазине, либо я могу эту крипту поменять на живые деньги, фиатные, и рассчитаться. Аиза, вот смотрите, ну, если бы вы следили за историей компаний, я просто, ну... Какой компании? Уточните название. Там было много компаний. Ну, допустим, даже та же самая Гермес. Вот смотрите. Какой из трех? Какой из трех компаний-то? Ну, дайте мне сказать, я-мой. Крипер Меса было. Серьезно? Три? Какие? Да, Гермес Менеджмент ЛТД, Гермес МЛП, Гермес Финанс ЛТД. Ну, вот хорошо, давайте Гермес Финанс. Это оптовая компания. Компания перешла на расчет, на вывод через криптовалюту, правильно? Это оптовая компания. Вы что, о чем вы говорите? Ее аквэр-опык, оптовая торговля большая. А она не связана с другими, что ли? Счета не связаны были? Вот даже Анна, что ли, могла вывести... Это отдельная юрлицо, она ликвидирована. На любой криптокошелек свои активы? Это глупость. Она говорила, что пыталась в ноябре... Причем говорите, Евгений, вы в каком мире находитесь? Гермес Финанс это оптовая компания, она ликвидирована. Мне никогда никто никаких считаний открывал. Я пыталась в ваш бред, который людям стирает какую-то дичь, непонятную, и все. Вы же понимаете, что вы глупость несете? Гермес Финанс это оптовая компания. Все уже это знают, даже Андрей это знает. Что за бред вы несете? Еще раз, Евгений, договорите мысль. Потому что деньги, это взаимосоглашение между странами, между людьми. Кто о чем договорился, тот и тем и рассчитывается, и все. Принимает ту валюту, какую они договорились между собой. Будто это Виста, будь это доллары, будь это евро, будь это биткоины, не важно. Это договоренность между людьми и между странами. Если их это устраивает, то в чем проблема? Если люди на это согласились, я не вижу здесь ничего такого. Евгений, то есть вы меня заманиваете в компанию. Вы приходите, говорите, слушай, тут такие классные вообще у нас Виста, суперденьги. Я вас вообще не знаю. Мы гипотетически разговариваем. Если я с роботом разговариваю, то вообще он с гендер или мужик, я вас вообще не знаю, вас никуда не зову. Мы гипотетически разговариваем. Я не про вас конкретно. Я говорю гипотетически. Евгений, научитесь воспринимать информацию адекватно. Понимаю. Евгений, молодец. Вы мне говорите, что приходи... Ну, конечно, браво, Галина. Конечно, вы с опустами не надоели. Евгений, в общем... Господи, сбили меня в смысле. А, вы мне говорите, приходи в автовую компанию Гермес покупать мою Висту. Я прихожу, говорю, здорово, давай мне свою Висту. Вы мне продаете Висту, но при этом я почему-то потом не могу ее не вывести в реальные деньги. И никак на нее ничего не купить. То есть ценности у этого актива нет. Ценность ноль, зеро. Как вы считаете, вы меня ввели в заблуждение или нет? Но ценности нет у этого актива, я не могу его никак использовать. Как вы считаете, Евгений? Так людям свойственно входить в заблуждение, Аиза. Благодаря же таким, как вы. То есть вы же ввели в заблуждение гипотетическое. Почему, как я? Вы же меня не знаете совершенно. Почему, как я? Мы сейчас гипотетический пример рассматриваем, пожалуйста. Я посмотрел ролик в Ютубе, мне решилось интересно зайти в этот чат. Я посмотрел в чат, зашел на вебинар. Вот два часа слушаю бред, у меня в голову пухнет от ваших... Ну слушайте, вы говорите, что Гермес финансы оптовая компания покупает криптовалюту. Я думаю, что у вас... Я не говорю, что она покупает криптовалюту. Я говорю, что Гермес начала работать... Вы сами сказали, рассмотрим, что это оптовая компания. Она не может заниматься тем, что декларировали консультанты. Это оптовая компания. Это какие? Аргументы, Максим. Аргументы? Факты? Выписка? Еще есть факты, факты, факты. Факты, выписка, пожалуйста, из агрегатора, который все видели, даже Андрей. Но я не видел этого агрегатора. Ну, вы не видели, Андрей видел этого администратора. Спросите, он вам ответил. Ну, Андрей видел. Вот один видел, один не видел. 50 на 50. Ну, вы говорите, все. Андрей, может быть, вы тогда закончите. Евгения тут немножко отключите, потому что он вообще не в материале. Он даже не в курсе, что Гермес – это оптовая компания, последняя, которая была. Он даже не в курсе. Ну, я выложу еще раз ссылку. Да, смотрите, Максим, вот и Аиза, вопрос еще тогда к вам. Вот есть новый проект, так называемый United to Live. Там вообще никакого юрлица нет. Но, тем не менее, ввод и вывод через криптовалюту происходит. Ну, по крайней мере, по системе блокчейн видно, что что-то приходит, что-то уходит. То есть вы часто делаете упор. Вот оптовая компания и так далее. Но, смотрите, в новом проекте вообще нет никакой бумажки, никакого юрлица. Тем не менее, вот вывод работает. Я, ну, в новом проекте не зарегистрирован. Я лично не проверял, но спрашивал у тех людей, которые заходили, они подтверждают, что вроде бы так и есть. А кто выводит? Уточните, пожалуйста. Те, кто зашли в новый проект. А как они зашли? Через крипту. Через крипту. Они приглашали кого-нибудь в новый проект? Регистрировать кабинеты и так далее. Ну, я так понимаю, да, в новом проекте тоже есть консультанты. Они с каждого зарегистрировано получили какую-то сумму, я правильно понимаю? Наверное. То есть... А эти зарегистрированные, они просто верят, что зеленые кабинеты восстановятся и идут просто потому, что так же верят в сказку, которую до этого рассказали они. Я, ребята, это к чему говорю, что вы, я понимаю, как юристы, вы постоянно делаете упор, вот документы, вот оптовые компании и так далее. Сейчас мы живем в другие времена. Я вам скажу, что сейчас есть такое понятие, как децентрализованные биржи. Что такое децентрализованные биржи? Это биржа, у которой нет центрального никакого руководства. У нее нет никакого юридического лица. Это смарт-контракт, который работает автоматически. Люди посылают туда крипту, могут ее обменивать, продавать и так далее. Все работает на автомате. Это не контролирует какой-то специальный орган. Даже юридического лица не нужно. Это просто программа. Что такое холодный кошелек, знаете, Андрей? Знаю. И что? Ну, ничего. Просто вы сейчас говорите о том, что... И на бирже, конечно, если биржа обвалится, как мы видели там с каким-нибудь френдексом и так далее. Ой, не френдексом, господи, как он называется? С фенексом. Люди также потеряют свои деньги. Да. Если у вас не лежат деньги на холодном кошельке, то вы тоже потеряете при обвале биржи. Холодный кошелек – это тоже заблуждение. Холодный кошелек – это тоже заблуждение. Очень большое. Что касается именно непосредственно United to live, так называемый, деньги заводятся, потом консультантам привлекается какое-то лицо. Вы так и выводите свои деньги. Так же способом P2P, как это было через карту, так же вы это делаете только через крипту. Ну, вы отнутрянка. Что ли, понять? Никого не ввеситит свои деньги обратно. Я не зарегистрирован, но я спрашивал у человека. У нас сейчас на созвоне 43 человека. Коллеги, есть у кого-то кабинет в новом проекте, прибыль свою выводили? Вот скажите, обязательно ли вам для вывода прибыли надо кого-то привлечь? Или вы можете просто сделать заявку на вывод, и вам приходит крипта. Пожалуйста, скажите, кто имеет. Андрей, я вам хочу сразу это прокомментировать. Есть заявка вот на ввод, а есть заявка на вывод. Да. Вы можете это просто поменять между собой. То есть вы делаете заявку на вывод, а кто-то делает заявку на ввод. И вам по факту деньги. Вы деньги получаете за счет другого физлица. Что здесь непонятного? Хорошо, объясните мне, подождите, как тогда биржа работает? Я на криптовалютной бирже один заводит денежки, а другой выводит. Вы хотите сказать, что биржа не обработает заявку, пока я не привлеку нового человека, что ли? У вас... Нет, я же не исключаю, что возможно какой-то от своей доходности. Вы понимаете, Андрей, вы немножко путаете. Вы говорите, что якобы, значит, это может быть в начале там когда-то, или вот сейчас у нас начало новой пирамиды, да? И Василенко сейчас, может быть, из своих средств что-то вам выводит, как бы. Это же никто не отрицает. Возможно, да. Но по факту вы отправляете деньги на непонятный кошелек, непонятно кому. У вас нет никаких договоренностей. То есть вы просто берете, обмениваете свои деньги на криптовалюту, и криптовалюта отправляется куда-то на какой-то кошелек. Все, на этом все. В один конец. Да, из этого... И когда человек делает заявку на вывод, из этого кошелька... Опять же, вы меня спрашивали, кому эти кошельки принадлежат. Ну, поскольку это проект вроде бы как позиционируется как новый проект Василенко, я предполагаю, что именно Василенко или кто-то там из его людей эти кошельки контролирует. Андрей, ну вы же видели презентацию Андрея Тарана. Вы же смотрели, когда он презентовал UTL. Вы же понимаете, да? Одни приглашают и за это получают. Все, все просто. Ну, такая реферальная программа. Я открывал счет. Вот, старайтесь. Я открывал счет, потому что вы их никому не отдали и не перевели. Можно я? Я уточню. Саганты как раз. Есть у вас новый кабинет? Да, я вот в новом кабинете счет себя открывал. Получается, я со своих других проектов вывел доходы. У меня есть мультивалютный кошелек свой. Он децентрализованный. И в новом кабинете была возможность отправить деньги в тезерах, в долларах. Соответственно, я через тезер сеть TRC20 отправил деньги. И там я оплатил. Там надо покупать три вида пакетов. Я покупал минимальный пакет и открыл себе кабинет. Про то хранение этих денег. Даже если, допустим, эти деньги хранятся в этих проектах, там идет определенный блокчейн. И эти деньги должны, по идее, в этих блокчейнах хранятся. И в этих блокчейнах, если они идут децентрализованные, то, соответственно, сам проект должен быть децентрализованный. Если идет централизация, соответственно, или Василенко, или кто-то может, конечно, это все контролировать. К вашему сведению, сейчас многие биржи крахаются, и многое падает из-за централизации, к сожалению. Сагандык, из нового проекта прибыль выводили? Нет, я не получил прибыль, потому что я никого не привлекаю, и нету доходности. Я купил минимальный пакет, как просто клиент. А, ну вы просто прошли регистрацию, я понял. Да, но я заметил, что в сеть Ethereum деньги заводятся туда, и, соответственно, деньги находятся именно в блокчейн-системе, в самом этом, в самой сети находятся деньги. А вот эти наши кошельки, это как своего рода дисплей. Даже если вы думаете, что у вас есть кошелек, деньги не в ваших кошельках лежат в крипте, всегда деньги лежат в самом блокчейне. Кошелек сам по себе просто идет как дисплей, отражение суммы в определенном блокчейне. Вы говорите про сайт сейчас, Агандык, который просто написан, конечно, там у вас просто... Я говорю про сайт и сохранение денег, именно, что крипта никогда не лежит в каком-то кошельке. Крипта всегда лежит в какой-то сети, ERC-20, TRC-20, BNB есть в сети, их же множество сейчас. И, соответственно, наши кошельки, это просто дисплей отражения идет, этих балансов. А фактически в кошельках деньги не хранятся, они всегда хранятся в основном в сетях, в блокчейнах определенных. А чистый биткоин или грязный, это не определите, понимаете? Потому что бывали случаи, когда мошеннические действия крали определенные биткоины, и люди принимают к себе биткоины и не понимают, что эти биткоины меченые, черные идут. И, соответственно, биржи перестают принимать у них оплату. Вы деньги не выводили, потому что вы никого не приглашали. Вот ответ на ваш вопрос. Но я постарался и суть хранения денег в блокчейне объяснить, как вообще при этом храниться. Речь не об этом. Но вы тут рассуждали просто про это. Но это понятно, да. То есть вы ответ на вопрос дали, да, вы никого не приглашали, поэтому вы, соответственно, ничего не вы... Я никого не приглашал, я выводил деньги на финансы. Ну и правильно сделали. Александр, это вы сказали, да? Да, я говорю, что я никого не приглашал и деньги на финансы выводил. Ну вот, пожалуйста. А сколько по времени заняло у вас вывод, обработка заявок по крипте? Буквально минуту-две. Не больше. Вы понимаете, что это не доказательство того, что вам не сделан перевод P2P от физика? Это я к тому, что вы подаете заявку, а там стоит заявку кто-то на вход подает, а вы на вывод. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Так же все биржи работают. А, Иза, так же все биржи работают. Так не работают все биржи. А, Иза, я регулярно выкладываю в нашем чате балансы всех трех кошельков, имеющих отношение к проекту UTL, да, Unite to Live. На балансе я сегодня выкладывал 22 с лишним миллиона долларов. Вот, еще раз. Сегодня, предположим, кто-то из участников сделает заявку на вывод 50 долларов. Вы что, серьезно думаете, что Василенко там, а, надо вывезти 50 долларов, срочно надо кого-то пригласить на 50 долларов. Мне 22 миллиона не хватит. Так, что ли, вы представляете? Я вам еще раз повторяю, Андрей, никто же не отрицает. Я до этого сказала, вы слушаете, что я говорю. Я сказала, что я не отрицаю, что Василенко может из своих денег кому-то что-то выводить. Это не отменяет тот факт, что, во-первых, у вас потом, когда все это рухнет, вся эта история, у вас не будет никаких доказательств. То есть вы просто перевели деньги непонятно кому на какой-то кошелек, который сейчас оттуда могут прекрасно вывестись. То есть люди для чего делают эти переводы? Они переводят в инвестиции, они хотят инвестировать. Вот они 22 миллиона долларов уже туда наинвестировали. Завтра с этого кошелька может быть осуществлен вывод на третий кошелек, вы об этом вообще ничего не узнаете, и все, и вы свои деньги потеряли. Все, да, согласен, согласен, да. Аис, это знаете, что означает? Что у вас не будет работы, вот и все. Я, Аис, понимаете, еще раз, я почему и не заходил в новый проект, потому что я считаю, что господин Василенко должен сначала выполнить обязательства перед старыми инвесторами, то есть должен заплатить то, что должен. А, соответственно, новый проект, ну, заходить туда и заводить людей, как бы, ну, с этой точки зрения, считаю, не совсем правильно. Вот и посмотрим. Скажите, Андрей, подскажите, а как Василенко выполнит обязательства переданное, если она деньги перевела на карту консультанта? Если у господина Василенко, согласно его же отчетам в компании Гермес, есть активы на миллиарды, у него должны быть деньги, чтобы эти обязательства выполнить. А вот если это была все фикция, и это все фантики, конечно, у него, кроме этих 22 миллионов, больше ничего нет. Ну, может быть, там какая-то недвижимость за границей. Все упирается именно в то, за этими отчетами Гермеса что-то стоит, деньги куда-то инвестировались, или просто все это была фикция. Так это очевидно, что не стоит, понимаете, Андрей. Тем, кто занимается инвестициями, это очевидно. У компаний, у управляющих очень серьезная отчетность. Они должны показывать, куда они инвестируют. У вас просто был кружочек на презентации, где было написано 30% real estate, 30% startups, 30% что-то там еще. Но это просто уму непостижимо. Ни одна управляющая компания так свой портфель не формирует. Она не составляет такие отчеты. И управляющая компания должна иметь огромное количество лицензий, проходить каждый год аудиты. Этого ничего не было у так называемой компании Гермес. Вы же это прекрасно знаете и понимаете. Также вы понимаете, что не может оптовая компания без лицензии инвестировать куда-то какие-то средства. Все, что есть у оптовой компании, это счет юридического лица. А этот счет является личными деньгами создателей этой юридической компании. Никакого отношения к инвестированию и тем более к физлицам это не имеет. Айза, вот вы опять в утвердительной форме говорите свои собственные мысли и говорите, что вы же это понимаете. Вот я этого не понимаю. У меня совершенно другое видение. Говорите за себя. Я не буду с вами спорить. Вы можете думать как хотите. Я буду думать так, как я хочу. Просто не надо доказывать другим людям, что это я так думаю. Нет, я так не думаю. Я думаю по-другому. Говорите за себя. Что значит вы так думаете? Вы так не думаете. Есть законодательство четкое в инвестинге, прописанное для любых стран. Есть четкие, абсолютно понятные и прозрачные этапы инвестирования средств. О чем вы говорите? Что значит вы так думаете? Жизнь чет, все меняется. Нужно все переписывать. Парочки. Надо не стоять на месте, а двигаться. Айза, я не спорю с вами. Я не пытаюсь вас убеждать, были инвестиции или не было. Понимаете? Это вы просто, когда говорите, утверждаете, что мы все это понимаем. Вот я вам говорю нет. Хорошо, если вы не понимаете, нет, вы не понимаете, я могу. Скажите, мне не надо объяснять ничего. Я послушаю ваше мнение просто и все. Говорите, что это ваше мнение. А вы говорите, что установлены факты, и вы все это понимаете. Вот мы все этого не понимаем. Говорите за себя. Я прекрасно понимаю, что. Говорите от своего имени. Алена, я говорю это от своего имени. А если пытались бы навязать, потому что на протяжении трех часов свою точку зрения. Вот и все. Я вам вообще ничего не понимаю. Да, она может высказывать свою точку зрения. Она пытается доказать, что мы все так думаем. Понимаете, в чем разница? Мы же все так не думаем. Говорите свое мнение. Все, от себя. Алена, я вообще отчасти говорю... Алена, расскажите, как финансовый консультант. Как вы думали, когда людей приглашали? Или Юлия пусть расскажет. А я финансовый консультант, она же сказала. Макс, а как вам, знаете, вопрос какой? Скажите, пожалуйста, сколько стоит? Я думаю. Звоните, проконсультирую, там определимся. Озвучте. В зависимости от вашей ситуации. 8801-95-01 звоните, проконсультирую. А есть ли цель с нами? Были случаи такие? Какие случаи? Пусть 0,001% вот хотя бы. Ну вообще, когда-то были? Что были, кто? Недовольный клиент. вопрос и все были довольны ну то есть то есть было вы справлялись да я правильно поняла конечно все отлично молодцы и все ваши выигрыш знаете про эту историю да про пенсионерку я же не я же не афиширую я же просто я просто у вас просил уладили новый договор с этой пенсионеркой да если вы отлично то есть были недовольны но вы как-то решили этот вопрос и все ваши дела вы ведете они они все они все выигрышные с вашей точки зрения я уже объяснял ответ на этот вопрос суды и судьи являются независимыми но мы все делаем все дела все дела которые завершены вами они все выигрышные апелляция не подавал апелляция не подавала 100 процентов на сегодняшний день деньги взысканы по исполнительному листу после того как решение вступило в силу хорошо а по а взыскание по всем решением туда было произведено или нет по поводу взыскания сейчас вот эту вашу манипуляцию повторю что у человека может не быть вот каждый человек который переводил деньги кому-то на карту или передавал наличными задайте себе вопрос вы хотите ничего или должника для начала потому что когда вы говорите что у него может ничего не быть это та же самая манипуляция когда вас консультант отправляет счастливое будущее что вы будете богаты а в итоге вы остаетесь без денег вот тоже самое делаете я вам задала я спросил как процент нет нет клиенты довольны все все клиенты с которым работаем довольны все отлично сказать нужно клиент почтов ищите по чатам персональные рассылки проводили когда битву заводили почему не могу делать также я просто спросил я спросил вот когда у нас в чате тут очень часто говорят вот да вы рифоводы а что такое рифоводы это рассылка рекламы в личку это рифовод или нет или это просто рекомендации просто предложение рекламное а мы даем человеку на услугу на какую услугу на бесплатную карту не будь юридическую да на бесплатную консультацию есть возможность дать и дают это не секрет ну нет и не силой не нравится просто не услышали какие-то нравится перезванивает это наша стратегия в том числе мне вот нравится и кто мне может запретить никто же консультантом не запрещал рассказывает вам никто вообще никто ничего не запрещает я просто я просто спросил у вас много клиентов или мало как воспитать как вы успеваете все обработать еще и со стопроцентным результатом все успеваю вы молодцы отлично вы мало в меню приправе мы молодцы все я все что я хотел чтобы услышали люди я все спросил чтобы они понимали что все это платно что все это не благотворительность что все это возможно возможно нет заискания может будет можно конечно да ну сколько стоит а сколько вы потеряли деньги какую сумму я вообще ничего не потерял а ну тогда какой смысл от суммы то есть у вас процент от суммы вашу сложность надо сложность определить может вы на одну карту переводили а может на 16 кто снимается от 16 судов меня 16 исковых заявлений 16 процессов может быть понимаете а можно миллион человеку перевести одним платежом разница большая будет с вашей стороны как услуги дешевле когда одним платежом или когда мелкими суммами прочее человеку судить и когда с одним человеком в разных регионах регионы это является проблемой да вот как раз хотел спросить если разные регионы это является проблемой у них родного человека 16 переводов это 16 судов разные регионы ну то есть если сумма там перевода там не знаю какая была 100 тысяч рублей 16 переводами то нет смысла да ваши услуги будут дороже стоить пусть и никто не приходит с 16 значит со 100 тысячами рублями на 16 переводов приходят от миллиона человек миллион рублей на 16 как перевел можно работать с этим человеком все обговаривайте не переживайте это не их клиенты я не переживаю я интересуюся ветеранами что мы это делаем за деньги никакой благотворительность я вообще я не я никого не выставляю я вам больше скажу вопрос положительная практика или нет а практика то положительное понимаете я тоже не бесплатно оказываю юридическую службу представляете я за это получаю деньги просто я никому рекламу в личку не отправляю спасибо большое за то что ответили на все вопросы спасибо я наконец услышала ответы от вас диалог хотя тоже конечно перебивали но уже более-менее спасибо большое за общение всем хорошей недели ребята оставайтесь профессионалами делайте свое дело только честно вот и все остальное время вы перевели или передали наличными ваши деньги только там что опять рекламу допускаете если на вас написали заявление обращайтесь ко мне в личку я вам помогу добраться скале нет на вас написали заявление такое светлое окончание имеет могут испоганить поэтому горе юристы нормально нормально каждый прорекламировал свои услуги этой положительной ночи ой ноте позвольте объявить наше заседание закрытом всем спасибо глобал star club возможности безграничны